На ГОСТ-ТВ заявили, что Украина хотела атаковать Беларусь с помощью дрона. Власти одобрили строительство торгового центра на улице Барыкина в Гомеле. Правда, пока есть нюансы. И посмотрите, как гомельчанка отомстила обидевшему ее кавалеру. Всем привет, меня зовут Алексей Шкуров. Вы смотрите вечерний выпуск сильных новостей. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. На ГОСТ-ТВ вышел сюжет, в котором утверждается, что Украина хотела атаковать Беларусь с помощью дрона со смертельным грузом. Авторы заявляют, что дрон был оснащен боеприпасами от гранатомета АГС-17. И ему нужно всего три минуты, чтобы сбросить заряды в расположение белорусских войск. По информации ГосМИ, беспилотник обнаружили и нейтрализовали утром 30 мая на границе белорусские подразделения радиоэлектронной борьбы. Он упал в безлюдное место, но не взорвался. Показали в сюжете и кадры боеприпаса, подчеркнув, что подобные провокации участились с украинской стороны. Как заверяют авторы, цель таких провокаций — втянуть Беларусь в боевые действия. Власти одобрили строительство торгового центра на улице Барыкина в Гомеле. Правда, пока есть нюансы. Как сообщает Белка, городской архитектурно-градостроительный совет Гомеля подвел итоги общественного обсуждения — идеи реконструкции бывших зданий завода торгового оборудования под крупный промтоварный магазин. Обсуждение проводила администрация советского района. Строить новый ТЦ планируют на участке, прилегающем к магазину «Мартин». Планируется, что площадь магазина составит почти 5000 квадратов. Это почти в два с половиной раза больше, чем супермаркет «Грин» на Быковской. Здание будет одноэтажным, с наружными конструкциями и с сэндвич-панелей. Рядом с ТЦ планируют сделать парковку на 249 машиномест, в том числе мест для инвалидов. Но совет поручил внести некоторые доработки в будущий проект. Так, застройщику нужно организовать для подъезда к зданию со стороны улицы Барыкина дополнительную транспортную развязку и сохранить пешеходную связь с Реченским проспектом. Также будет пересматриваться вопрос с паркингом. Возможно, он будет подземным. Еще один момент. В благоустройстве территории должно быть применено максимум озеленения. После внесения доработок совет рассмотрит документацию повторно. На Гомельские пляжи выходят милиции. Это касается не только официальных пляжей, где за порядком будут следить патрули, но и диких, где купание запрещено. Именно на таких пляжах чаще всего происходят трагедии. Только в прошлом году в Гомельской области в местах стихийного отдыха утонули 25 человек. Этим летом там будут дежурить мобильные группы, куда войдут участковые, другие сотрудники РУВД, осводовцы и представители местной администрации. Милиции напомнили, чего не стоит делать вблизи водоемов. Так, за нахождение на пляже в состоянии алкогольного опьянения можно получить штраф до 8 базовых. Но если вы решите искупаться там, где это запрещено, рискуете попасть на 3 базовые. Милиция нашла ту самую женщину, которая издевалась над собакой на сельмаше. Напомним, вчера сильные новости писали о женщине, которая издевается над собакой, хотя та не дает ей никакого повода. На кадрах, которые публиковал паблик Чупа Гомель, отчетливо видно, как женщина поднимает питомца за поводок, сдавливая горло животного ошейником. Сегодня стало известно, что сотрудники железнодорожного РУВД нашли хозяйку пса. 49-летняя гомельчанка рассказала сотрудникам, что выгуливала свою собаку. По словам хозяйки, животное имеет плохую привычку подбирать еду с земли, и знакомый ветеринар и кинолог рекомендовали ей в качестве обучения резко одергивать пса. На кадрах видно, что хозяйка тренирует питомца весьма странным способом. Вряд ли специалисты советовали ей подвешивать животное за поводок. Обратили внимание в ОВД. Женщина может попасть под административку за жестокое обращение с животными. Ей грозит штраф в размере до 15 базовых величин. В Светлогорске строят еще один морг. Сейчас в райцентре есть два патологоанатомических отделения. Медицинское в здании детской больницы и судебно-медицинское в старом здании морга. Однако на днях местные жители увидели, что неподалеку от существующего морга устанавливают какой-то строительный модуль. Как удалось выяснить журналистам ранка, у монтажников это новый морг. «Все дело в том, что возможностей старого морга стало катастрофически не хватать», пояснил изданию информированный источник, ссылаясь на пандемию коронавируса. Но ведь только вчера в Минздраве заявили, что в заболеваемость Беларуси упала до 3% от максимальных показателей. От ежедневной ковидной статистики заражения новыми случаями и смертей и вовсе отказались еще месяц назад. Еще в стране отменяют масочный режим, переводя коронавирус в категории сезонных заболеваний. Светлогорское ЦРБ журналистам комментарий получить не удалось. Минск и Киев больше не города-побратимы. В Украине очень конкретно назвали причину разрыва. Киевский городской совет принял решение разорвать побратимские отношения с Минском. В столице Украины объяснили, что могли и раньше отказаться от дружбы с Минском, заметив, что из Беларуси в Украину полетели ракеты и ворвались российские войска. Напомним, что раньше Чернигов разорвал побратимские отношения с Гомелем, а решение принималось на сессии горсовета. А мэр Чернигов обращался к председателю гомельского горосполкома Петру Кириченко и призывал не допустить ввода белорусских войск в Украину. С 1 июля Польша отменяет режим ЧП в приграничных с Беларусью районах. Об этом сообщил министр внутренних дел администрации Польши Мариуш Каминский. Теперь поляки снова смогут посещать 183 населенных пунктов при граничной зоне Подляского и Люблинского воеводств Польши. Режим ЧП на границе с Беларусью был введен в начале сентября прошлого года. К тому времени миграционный кризис длился уже не первый месяц. Нелегалы прибывали в Минск, а затем отправлялись на границу с ЕС и пробовали ее перейти. Больше всего работы было у пограничников Литвы и Польши. Пик миграционного кризиса случился в ноябре, когда нелегалы хотели взять границу штурмом и разбили лагерь прямо возле погранперехода. Если вдруг забыли, в Гомеле завтра не будут продавать алкоголь. День трезвости связан с выпускными. Сухой закон вводят с 8 утра 10 июня до 8 утра 11 июня. Запрет распространяется на продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, а также пива. При этом ограничения не затронут объекты общественного питания, торгующие в разлив, а также не коснутся реализации спиртного розничными торговыми объектами для проведения ритуальных обрядов, свадебных и юбилейных торжеств. Смотрите, как гомельчанка отомстила обидевшему ее кавалеру. Как пишет ЧП Гомель, утром в одном из дворов была замечена аудио, на которой очень обиженная дама заботливо расклеила эмоциональные сообщения бывшему возлюбленному. Судя по надписям, парень заблокировал девушку, и она не смогла отправить ему это в личку. Но решила не держать обиды в себе, а излить все на бумаге, который и обклеила машину молодого человека. Вместе с этим стоит отметить, что несмотря на бушующие страсти, девушка сохранила некоторую ясность рассудка, о чем гласит надпись «Скажи спасибо, что не нацарапала». Потому что если бы решила расцарапать, то ей бы светила уголовка. Или почему на доме поблизости поменяли крышу? А еще, как связаны целующиеся парочки и стадион? Сильные новости вместе с поклонницей игры номер один из Гомеля Анастасии Лосевой подготовили интересные факты об этом месте. Вероятно, вы их не найдете в интернете или книгах. Смотрите новый выпуск проекта «Гомель наизнанку» на нашем YouTube-канале. А на этом у меня все. Подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях, ставьте лайки, присылайте нам свои истории, мы о них расскажем. Над выпуском работал Алексей Шкуров, и до встречи на сильных новостях.